Добрый день, уважаемые коллеги. Мы с вами опять возвращаемся к теме пищевода Баррата. Дело в том, что это такая очень большая и обширная тема. И мы частично все равно пересекались. И Лена Николаевна в своем докладе по поводу резекции коснулась. Я в своем докладе тоже немножко коснусь разных вопросов. Но акцентироваться буду на резекции слизистой, а не на методах абляции. Вкратце напомним, что все-таки мы с вами имеем дело с таким состоянием, когда под воздействием рефлюкса часть нейрогевающего эпителия пищевода заменяется метаплазированным цилиндрическим эпителем, который визуализируется макроскопически. Но мы в данном случае должны эту болезнь рассматривать как некий предрак и расценивать его с точки зрения онкологической насторожности. Поэтому бытует такое мнение, что не всю метаплазию надо расценивать как предраково-онкологические заболевания. И считается, что наличие специализированной кишечной метаплазии повышает уровень онкологической насторожности. И это именно та болезнь, которую мы должны своевременно выявлять. Под маской пищевода Баррета объединяется достаточно большой спектр изменений. Это могут быть различные изменения без дисплазии, с дисплазией низкой степени, с дисплазией высокой степени, и начальные формы рака. И, собственно, опции, которые направлены на лечение, они тоже достаточно разнообразные. От просто наблюдения и каких-то вариантов абляции до резекции слизистой, как основной темой этого доклада, до каких-то хирургических пособий, которые выполняются традиционными хирургами и требуют себе проведения лимфодиссекции, опять же, из онкологических соображений. Что с позицией нас, эндоскопистов? Когда мы видим верифицированную цилиндроклеточную метаплазию, подозреваем, что у пациента есть пищевод Баррета, в нашей голове должна каким-то образом промеркнуть определенная стратегия лечения. И с позиции эндоскописта эта стратегия должна усматривать несколько вопросов, опять же, эндоскопической направленности. Мы смотрим пациента и думаем, что эндоскопическое лечение уже этому пациенту не показано, эндоскопическое лечение еще не показано, либо эндоскопическое лечение как раз показано, и вот, собственно, также промеркнуть, какой вариант эндоскопического лечения показан, абляция или резекция слизистой. Опять же, возвращаясь к этой схеме, нужно концептуально либо идти слева направо, либо справа налево, то есть отсекать пациентов, которые надо отправить хирургу, либо просто выделять ту группу, которую требуется проведение динамического наблюдения. На самом деле, знаки вопроса, они возникают в каждой группе, и если потихонечку попытаться определить подход, то проще, наверное, выделить ту группу пациентов, которые уже не нуждаются в эндоскопическом лечении, а требуют стандартного хорошего оперативного вмешательства, то есть отсечь ту группу, которая требует внимания хирурга. А внимание хирурга требует те образования, которые углубляются в толщу стенки пищевода, глубже мышечной пластинки слизистой. Именно в этом случае состояние четко сопряжено с риском поражения региональных лимфатических узлов. Если мы имеем аденокарцином, который затрагивает последистый слой, то вероятность поражения лимфоузлов составляет от 30 до 54%. Соответственно, любое наше местное воздействие, оно не будет онкологически радикальным. Эти люди должны быть оперированы, и операция должна быть сопряжена с выполнением лимфодиссекции. Все достаточно просто на картинке, но как выявить эту группу пациентов, как понять, кому пациенту уже нужно хирургическое вмешательство. Соответственно, если идти по схеме вопрос-ответ, как понять, что опухоль у поражения ограничена слизистой оболочкой? Возможно, мы должны четко обращаться на наши эндоскопические визуальные характеристики этого образования и не забывать о том, что пробу с лифтингом тоже никто не отменял. Помимо каких-то корреляций между поверхностью опухоли, нарушением сосудистого рисунка, нарушением строения слизистой оболочки, в сложных, сомнительных случаях мы должны применять пробу лифтинга. Если лифтинг у нас хороший, то, соответственно, инвазии в последистый слой нет, и этот человек, по идее, является в зоне интереса эндоскопических технологий. Если лифтинг у нас неполный, либо вообще отсутствует, то это четко сопряжено с инвазией в последистый слой, и это не пациенты, которые относятся к вниманию эндоскописта. С другой стороны, казалось бы, имея на вооружении методы уточняющей диагностики, может быть, воспользуются ими, ну и в частности эндоскопографии, которой сегодня было посвящено достаточно много докладов. Но, к сожалению, опыт показывает, что эндоскопография не обладает большой информативностью в отношении последистой инвазии пищевода Барта или аденокарцинома Барта, и нет возможности дифференцировать опухолевые изменения от воспалительных, так как пищевод Барта – это все-таки проявление рефлюксной болезни, то достаточно часто сочетается с достаточно выраженным эзофагитом, либо формированием бруцовых структур в терминальном отделе пищевода, что неминуемо приводит к наличию воспалительных изменений по слизистым пространствам. И вот резекция слизистой, как диагностическая процедура, возможно, оточнение возможно, отдает многие ответы на поставленные вопросы. Естественно, у тех пациентов, в которых отмечается хороший лифтинг слизистой, в данном случае резекцию слизистой следует расценивать как окончательный вариант инвазивной диагностики, для того, чтобы получить макропрепарат, отдать его морфологу, определить степень и глубину инвазии аденкарциномы. Таким образом, эндоскопическая резекция слизистой – это оптимальное пособие для стадирования онкологического процесса. И если мы имеем дело в последующем с раком, который по глубине инвазии ограничен слизистой оболочкой, то мы можем рекомендовать и продолжать эндоскопическое лечение. Если мы имеем инвазию по слизистой, слой такого пациента мы должны отдать хирургу. Соответственно, эндоскопическую резекцию слизистой следует расценивать как первый этап эндоскопического лечения. По сути, лозунг, который не нами создан, а кричит со всех гайдлайнеров, со всех руководств по лечению таких пациентов, что любое видимое очаговое образование, на фоне метаболазированной слизистой, без эндоскопических признаков инвазии, должно быть резицировано для стадирования онкологического процесса. Возникает вопрос, когда должно быть резицировано любое видимое очаговое образование. Опять же, пациент должен быть готов к этой процедуре. Мы, если видим, что он не готов, и если у нас есть признаки изофагита, то, конечно, мы должны провести курс консервативной терапии как минимум в течение четырех, а лучше восьми недель, если позволяет общая ситуация. Естественно, нужен повторный экспертный эндоскопический осмотр с применением всех технологий, которые сегодня рассказывал Сергей Владимирович. Правда, в аспекте выявления ранних образований, ранних неоплазий желудка, это электронная хромоскопия, окрашивание витальными красителями, в частности уксусной кислотой, которая себя показала очень дешевым и показательным методом. Естественно, биопсии по Сиэдовскому протоколу, если есть, откуда эту биопсию брать. Ну и в последующем диагноз пищевод Барт, конечно, ставится морфологом, и его заключение является ведущим, определяющим для выбора тактики эндоскопического лечения, лечения в принципе. При этом считается, что в сомнительных случаях, когда мы имеем какой-то вариант дисплазии, для того, чтобы определить легкую и тяжелую она степени, мы должны получить консультацию второго морфолога. Желательно, чтобы он был независимым, желательно, чтобы он был из другого учреждения, и чтобы это учреждение было экспертным по лечению такого рода патологии. И при отсутствии эндоскопических признаков инвазии очагового образования в подслиистый слой. Какому методу резекции слизистой отдать предпочтение? На самом деле в ходу сейчас две методики. Одна из них колпачковая резекция, другая лигатурная резекция. По сути и та, и другая достаточно плотно укоренились в нашей обычной жизни, но имеет некие технические особенности в виде необходимости инъекции по слизистой или нет, размеров кусочков. Проведенная работа, которая сравнивала колпачковую резекцию и мультилигатурную или мультибанд резекцию, позволила выявить некоторые заключения, что пофрагментная резекция лигатурным методом протекает быстрее и в финале оказывается дешевле, чем резекция колпачковым методом. Лигатурная методика может быть ассоциирована с меньшим числом осложнений, но при лигатурной методике фрагменты, которые каждый раз мы резецируем, они получаются несколько меньших размеров, как по диаметру, так и по глубине, поэтому в итоге лигатурную методику считают предпочтительной при резекции плоских образований с меньшим риском подслизистой инвазии. А колпачковая методика следует отдавать предпочтение, когда у нас есть достаточно большая плюс ткань, то есть для резекции выступающих узловых поражений. Есть ли место диссекции в лечении рака Баретта? Тоже вопрос очень дискутабельный и активно обсуждаемый. Дело в том, что в азиатских странах, где технологии диссекции развиты очень хорошо, к сожалению, вообще практически нет больных пищеводом Баретта, а в тех странах, где есть больные с пищеводом Баретта, к сожалению, эта технология еще недостаточно развита до таких масштабов, как это делают в азиатских странах, поэтому здесь получается некий порочный круг, который, в принципе, наверное, разорвется только после того, как мы выйдем на такой хороший экспертный уровень владения этой технологией. Но речь здесь даже заключается в том, что основная философия диссекции по средствам слоя то, что мы должны удалить образование единым блоком. Если это достигается, как мы видим, практически больше, чем 90% наблюдений, но это не достигается с чистым латеральным краем. То есть мы производим резекцию, но в краях все равно получаем метапластические изменения. Поэтому это не единственное наблюдение. В данном сообщении вообще свободный латеральный край достигается только у третьих больных, поэтому сама технология уже теряет свою актуальность. С другой стороны, на диагностическом этапе нам нет необходимости резицировать весь сегмент пищевода Баретта. Мы должны резицировать только видимое очаговое образование для того, чтобы отправить морфологу для стадирования. Насколько оправданно говорить о первичной эрадикации пищевода Баретта методом диссекции по слизистым слоям, но об этом будет несколько слайдов чуть позже. Соответственно, Европейская ассоциация гастроэнтерсиональных эндоскопистов в своем руководстве, гайдлайне, как это говорят, говорит, что не доказано, что результаты диссекции превосходят результаты резекции слизистой при удалении аденокарцинома Баретта. По этой причине эндоскопической резекции слизистой следует отдавать предпочтение, а диссекция может применяться в отдельных случаях, таких как поражение больше 15 мм в диаметре, плохо приподнимающиеся опухоли или опухоли, подозрительные на инвазию под слизистый слой. Еще один краеугольный момент. Достаточно ли удалить только видимые глазом изменения? Я прошу акцентироваться, что это все-таки те пациенты, у которых на фоне сегмента метаплазии уже развился рак. То есть если по сохранению сегмента пищевода Барта удаление только видимых изменений, частота метахронного поражения раком Баретта достигает 30% на сроках наблюдения до 3 лет. То есть мы вылечили человека, сделали ему резекцию слизистой, получили, что у него есть, к примеру, ранее форма аденокарциномы с инвазией в пределах слизистой оболочки и отпустили этого человека, не добившись полной эрадикации. Каждый третий человек, то есть 30% этих людей, в течение 3 лет у них разовьется второй рак. Поэтому, собственно, настоящий момент абсолютно окончательно становится ясным, что удаление или эрадикация всего сегмента пищевода Барта после удаления видимых глазом образований, это оптимальный путь достижения хорошего отдаленного результата. Опять же, возвращаясь к этим пациентам, такая ситуация возникает при наличии сегмента метаплазии после резекции всех видимых образований. Возникает вопрос, каким образом достигать эрадикации метаплазии слизистой, в которой нет дисплазии? Медодами абляции или все-таки методами резекции слизистой? Что выбрать? Что лучше? Ну, ответ на этот вопрос уже тоже присутствует. Существует такой термин, как пошаговая радикальная эндоскопическая резекция, где мы используем резекцию слизистой, как для резекции видимого очагового образования, так и эрадикации всего сегмента пищевода Барта. Но, к сожалению, такие агрессивные подходы к элиминации сегмента метаплазии без дисплазии имеют обратную сторону медали. Это симптоматические стенозы, которые, к сожалению, развиваются более чем у половины пациентов, которым действительно нужно проводить эндоскопическое лечение, у которых есть сегмент пищевода Барта протяженностью более 5 сантиметров. То есть, по сути, под маской того, чтобы вылечить человека от некого предонкологического предракового заболевания, мы его превращаем из пациента, который гипотетически может иметь страдания, в того человека, который имеет страдания, хоть и доброкачественное, но достаточно упорно не поддающиеся эндоскопическому лечению. Если сравнить результаты пошаговой радикальной резекции для элиминации сегмента пищевода Барта и тех стандартов, которые сейчас утверждены, то есть резекции видимого образования, в последующем элиминации всего сегмента пищевода Барта, оставшегося методом радиочастотной абляции, мы получаем приблизительно одинаковые результаты в плане эрадикации неоплазии и эрадикации вообще сегмента пищевода Барта. Но если взглянуть на вторую часть этой таблички, которая характеризует осложнения, которые возникают на фоне нашего лечения, то мы видим, что осложнения при пошаговой радикальной резекции возникают в три раза чаще, и, собственно, наши эндоскопические методы, которые направлены на дилатацию и на бужирование этих стенозов, они тоже кратно увеличиваются, то есть два в три раза нам приходится этих людей продолжительнее и активнее лечить. Таким образом, в настоящий момент резекционные технологии, наверное, не являются ведущими, точнее, точно не являются ведущими в эрадикации сегмента пищевода Барта, и тогда возникает другой вопрос. Какие технологии абляции слизистой доступны в настоящий момент, которые являются оправданными с онкологической точки зрения и с точки зрения развития осложнений, захороненного Барта и всех прочих обсуждаемых сегодня тем? Ну, это вот радиочастотная абляция, тот протокол, который рекомендует Европейская и Американская Ассоциации Эндоскопистов, сегодня Елена Николаевна о нем достаточно подробно остановилась. Сама процедура, тоже имея некий свой личный опыт, она абсолютно выполнимая, технически абсолютно несложная и, наверное, с третьего-четвертого раза абсолютно неинтересная, потому что она оператор независимая, там просто очень умный блок, который делает за вас все, и очень доступная схема, которую вы кладете, а потом должны подклеивать, собственно, в историю болезни, и пошагово выполняя инструкции, это может сделать даже медицинская сестра. Единственное, что достаточно таким трепетным моментом, это, конечно, заведение датчика для локальной абляции, ну, как бы, именно на этом моменте могут быть какие-то сложности. Еще одна технология, которая существует параллельно и, может быть, родилась намного раньше, и исторически более распространена в России, это аргоноплазменная коагуляция, она тоже не стоит на месте, технологии развиваются, в данном случае мы тоже имеем технологию рекомендованную к лечению, но, к сожалению, которая в стандарты сейчас не совсем вошла, но применяется в обычной рутинной практике, это технология гибрид аргоноплазменной коагуляции, где, по сути, создавая водяную подушку между слизистым и мышечным слоем, мы позволяем себе достаточно агрессивно воздействовать на слизистую оболочку агрессивными термическими воздействиями, в частности, вот здесь аргоном, без риска повреждения мышечной оболочки. Это, с одной стороны, позволяет нам более надежно элиминировать слизистую, с другой стороны, значительно сократить риски, связанные с термической травмой мышечного слоя пищевода и профилактикой развития стриктур. Ну и, как бы, заключая вот такой небольшой обзор, резекция слизистой при пищеводе Баррета должна применяться при любом видимом очаговом образовании на фоне метаплазированной слизистой без эндоскопических признаков инвазии. Эти образования должны быть резецированы и отправлены на морфологу для изучения онкологического стадирования. При этом резекцию слизистой следует расценивать в качестве окончательного метода агрессивного инвазивного стадирования ранней аденокарциномы пищевода Баррета и также как первым этапом эндоскопического лечения. И резекция слизистой не оправдана для элиминации сегмента кишечной метаплазии, которые мы должны делать вторым этапом эндоскопического лечения после удаления видимого очагового образования. Спасибо за внимание. Спасибо, Кирилл Вячеславович. Уважаемые коллеги, вопросы, пожалуйста. Пожалуйста.